приветствую всех на своем канале с вами барельченко татьяна и сегодня я решила все-таки на это дело на марафон сейчас вы видите перед собой часы это как раз для того чтобы я могла контролировать весь процесс конечно я непременно объясню мотивы этого вступления в марафон поверьте мне никакого надрыва над собственным здоровьем я делать не буду чтобы вы понимали если я почувствую что мне тяжело я прекращу все ее затею но пока мне нужно это сделать нужно потому что мне очень хочется закончить процесс процесс василинки но собственно говоря у меня есть цели есть задачи до цели во-первых посмотреть скорость моего отжива давно меня тревожит этот вопрос мне хочется посмотреть насколько мне хватит физических сил насколько мне хватит моральных сил потому что все-таки у меня семья насколько я могу отдаться этому делу с головой настолько что буду в общем справляться как я буду справляться этой ситуации много других мыслей в моей голове бродит я по ходу буду вспоминать об этом рассказывать задачи мои максимально продвинуть последний лист отшива золоте василинки до максимально посчитать насколько меняется скорость моей вышивки когда я одна когда я с детьми в разное время дня потому что я чувствую что скорость моя очень сильно упала вы не смотрите что сейчас 2246 я ложусь спать я просто специально сделала некую подготовку потому что разговаривать в пять-шесть утра во сколько я там начну в месяц подумаю мне будет труднительно вот настолько до рассказывать о вам начале этого дела и я решила сейчас немножечко снять чтобы не тратить утром время на это естественно я достала бисер василинка я достала свой трей я достала приготовила лист очередной что я тут еще приготовила фломастер и маркер ну тут ножнички и прочего салфеточки маркерами я буду выделять наверное каждые два часа нет наверное это будет не очень интересно чтобы считать собственно говоря чтобы считать в общем обо всем я подумаю у меня будет еще на это время сейчас я приступаю я наверное даже насыплю кое-какой бисер коврики я вымола вот они помыты чистенькие и наверное может быть даже насыплю бисер чтоб долго не возиться утром с этим хотя наверное не буду этого делать я думаю разберусь по ходу дела время это отнимет у меня безусловно в общем приступаю я буду наверное писать отчет каждый но записывать отчет каждые два часа я еще раз хочу сказать что чтобы вы не думали что я делаю какой-то надрыв на своим здоровьем но вот мне интересно на что я способна в этой жизни интересно раз и мне интересно насколько не оттолкнет меня один и тот же процесс насколько если будет болеть допустим у меня шея там руки да безусловно за сутки то все начнет отваливаться спина естественно 5-10 минут я смогу положить свою спину на диван до полежать немножечко чтобы снять напряжение утром я встану сделаю зарядку в общем это не будет режим нон-стопа потому что как ни крути у меня супруг и двое детей которых нужно отправить школу встретиться школу да кстати мне наверно придется сбегать в школу отлучиться ненадолго забрать ребенка вот один момент но ничего страшного все это завтра даже я решила пропустить кружок златочкин хор и мы в общем то и буду вышивать собственно говоря вот пожалуй что я отключаюсь и увидимся через несколько секунд и так доброе утро на часах практически час пик кофе которому не могу притернуться с таким веселым смайликом василинка вот полностью не начатый лист еще будете смеяться у меня на ногах прикрыта моим халатом лежит и мурлычет эта красотка потому что отключили отопление и она слушать норовит погреться лезет вот ей нужно теплое тело кожа и чем-нибудь укрыться в данном случае это моё домашнее платье служит ну и собственно говоря я начинаю сейчас найти что-нибудь по телевизору потому что не хочется пока включать на телефоне ничего начинаю вышивать и так пыталась посмотреть схему не могу даже сфокусировать зрение не привыкла вставать я так рано не привыкла некоторые из вас наверно только любви час назад как собственно каждое утро я и делала сейчас же мне пришлось встать повторюсь немножко своих целях это физическая выносливость посмотреть на что я способна раньше то я была как раз способна на это но прошло каких-то там несколько лет и уже я в этом сомневаюсь до моральная выносливость насколько мне не при не будет претить это занятие за сутки выносливость моих детей отсутствие мамы в их жизни ну так скажем маленькое присутствие и статистика статистика и будем собственно все посмотрим буду приступать как-то надо выгнать эту красотку то что я хочу поставить трей на ноги мощность не делать она пошла она пошла сама все или она вышивалась все все теперь процедура гигиенические не хочет от меня отстать опять пришла собственно говоря хочется любви внимание и главное тепла вот тепла причем в прямом смысле слова ни в коем случае не переносном на физическом уровне будем как-то справляться с этой ситуации хочется укрыться смотреть кстати спала всю ночь снилось именно то что я собираюсь начать марафон проснулась где-то я пол пятого уже пять все девчонки начинать хватит разговаривать проснулась пол пятого на будильник сработал не самый интересный момент и лежала в это время в спал процеду салоне и мне делали на двух руках маникюр сразу потому что я говорю чё это вы мое время маникюром отнимаете когда и у меня оплачет сауна и они в общем в две руки мне делали маникюр и на этом прозвенел будильник обломали ладно все это шутки смешно я приступаю приятно осознавать что ты встречаешь рассвет давно этого не случалось собственно на улице становится светло и конечно я надеюсь что сегодня будет теплый день я попробую повышевать на своем балкончике при дневном освещении это даст возможность моим глазам не так устать потому что я при дневном освещении вышивала уже много месяцев и конечно прохладно еще на балконе но я думаю что если оденусь тепло то все-таки я это сделаю потому что рассчитывать и вышивать 24 часа но за минусом там каких-то до мелочей конечно нужно будет отдых глазам конечно я буду вставать каждый час смотреть вдаль давать возможность отдохнуть ну собственно говоря вот начало моей вышивки ознаменовано тем что работа идет медленно глаза привыкают простите к привыкают к значкам рука привыкают к голкам конве немножечко не имеет но в целом ничего работаю ну и вы видите сейчас перед собой часы 6 59 то есть 7 утра но вышивая меньше двух часов потому что я начала примерно вышивать в 5-10 я не посчитала еще количество вышитых бисеринок но это совсем будет делать несложно потому что шесть рядов я вышила 6 рядов я вышила и и собственно десятками посчитать совсем не сложно часы почему-то на заморгали вот 7 утра до желудок у меня пустой выпила я только а бокал растворимого кофе не стал говорить натуральный но в силу того что суметь не хотелось это все таки процесс такой достаточно шумный что я хочу сказать зря я убрала сейчас вы видите перед собой очень интересную вещь смотрите вот свежий пришитый бисер а вот эти бисеринки пришиты были этого же цвета два года назад то есть вы объективно видите на вот это не смотрите это другой цвет да вот он вот что бисер откровенно выгорел этот лист был отшит первый он был отшит и оставлю на некоторое время и бисер конечно потерял свой цвет как не грустно все остальные пока выглядят так же а вот это джемчужный голубой вот он собственно говоря вот он такой красивый этот цвет я еще думаю что же он такой яркий когда первый бисер ряд пришивала а вышивки он такой бледный но оказалось что бисер просто выгорел ну собственно ничего страшного я думаю что складочки будут все равно видны до белого он совсем не выгорел как-то получилось и работа всегда лежала свернутая ну вот увы и ах потом разверну посмотрю всю остальную работу что и как с бисером пока работа идет легко не сложно сейчас я посчитаю количество вышитых бисерин в итоге вышита у меня всего 462 бисеринки но нужно сказать что смотрю я все-таки сижу youtube немного отвлекаюсь тяжело вы вышивать в тишине когда вокруг тебя нет никакой жизни все спят когда все-таки днем шум какие-то соседи бурлит вроде как полегче сейчас конечно меня клонит сон но если учесть что это не мое время тем не менее я работаю продолжаю это делать настроенная хорошо за окном как вы видите совсем светло сейчас через час я буду будет меньше чем через час свою семью кормить завтраком собирать школу это опять отнимет у меня какое-то количество времени но ничего страшного я думаю что мы же не гонимся собственно говоря за результатом а вышиваем в своем обычном темпе чтобы понять что нам что мы получим на выходе что касается этого листа он значительно уже предыдущего которого и которые вышивала да и такой вышивается довольно легенько пока пока работка так спокойно плавненько идет и застревает не путает меня в общем то пока все очень комфортно пошла съем хотя бы ложку творога потому что желудок уже не дает мне покоя и наверное прибавит меня некоторое количество энергии в крови и я думаю что может быть будет все куда веселее так 9 утра когда девчонки я смотрела видео снимали и говорили о том что время летит это не передать ничего уже прошло 4 часа это просто это какой-то космос время летит ненормально просто потрясающе ненормально сейчас я вам объявлю свои результаты немножечко подсчитаю их понадобилось мне время чтобы найти листочек который записывала уже кто-то куда-то его вот что значит проснулась семья уже не могу найти то что нужно посчитала я что за первых два часа я вышла 462 бисеринки то есть 6 рядов на за вот эти два часа я вышла 7 рядов но здесь фактически не было два часа потому что проснулась моя семья естественно завтрак косички зарядки почистили зубки пластинки и так далее и в общем пока дело ребенка выпроводила 1 2 и получается что и минут сорок я отсюда вообще выкинула ну пока сама там какой-то творог поел в общем вот я 10 минут выбрасываю на подготовку там на то на все потому что я ухожу да вот ну 10 минут я даю себе немножечко подышать погулять размяться вот сейчас я опять начинаю 9 10 уже на часа 9 11 но не важно 9 10 и до 10 часов с вами прощаюсь 11 часов прошло сколько 6 часов как я вышиваю вот сейчас увидите огромное количество ниточек у меня закончились нитки с иголками я вдеваю ну хочется сделать определенные выводы конечно я вышла сейчас если не ошибаюсь раз два три четыре пять шесть рядов это соответственно 462 бисеринки к сожалению скорость падает устали глаза устала немножечко ну как бы напряжение некоторые появилась до физически пока я еще чувствую себя хорошо после шести часов отшива да не на небольшое но отвлечение но больше видимо я вышить не могу не закрасила один рядочек здесь ну собственно говоря это и неважно да это не сложно будет сделать мне ну как бы мне не хотелось до быстрее вышивать не получается какие-то звонки какие-то разговоры все равно это все отвлекает и работа конечно очень тяжелая на самом деле ну кто-то сказать перейти нее на станок нет мне удобно ее скрутить она у меня лежит практически но пока я на позитиве я на позитиве единственно очень хочется кушать прошло 4 часа после того как я съела там две-три ложки творога уже это было 7 утра да теперь уже пора наверно просто поесть пойду себе что-нибудь приготовлю это конечно опять у меня от не отвели от заберет некоторое время и самое главное что в 12 40 мне нужно сбегать за ребенком будет поэтому опять отличать время я думаю что я еще меньше вышью ее но я на все-таки верю в то что я моя продуктивность немножечко выросли сейчас отдохнут глаза пока я буду завтракать действительно высылочки аж по тела подушками нос спотел немного отдохну переключу свое внимание да я посмотрела фильм осень в нью-йорке этот фильм достаточно старенький с снимался в нем ричард гир фильм просто замечательный но просто очень интересно имела драматичные с не очень веселым концом но сама сюжетная линия очень такая для женщин скажем да советую рекомендую посмотреть тем кто его еще не видел и я думаю что вам понравится им я же на хорошей ноте сейчас смотрю следующий фильм замерзший из маями кто не знает тоже замечательная такая комедия но добрая комедия да вот и перехожу к следующим этапу к следующему временному этапу буду вышивать не знаю пока все мне нравится ну и так 13 00 не понимаю почему моргает вова так наверно лучше 13 00 прошло два часа моей вышивки сейчас я вам посчитаю назову сколько у меня вышито ну вышито всего четыре ряда соответственно да несложно посчитать вот что удобно конечно в бисерета считать вышито четыре ряда из них я вышивала всего час фактически из этих двух часов то что минут 25 я готова себе омлет и поела спокойно остальное время я во первых подруга позвонил немного отвлеклась потом пошла одеваться сбегала в школу вот зашла поставила ребенку подогреть суп и сразу к телефону собственно снимать да мне хотелось успеть к 13 часам уроки закончились в 12 40 и я поэтому как раз в общем вовремя все успела сейчас я вам скажу точно сколько я вышила если это интересно и так четыре моих ряда не так много конечно видите да и вот они у меня отмечены забыл поменять фломастер вышивала потом зачеркивала зеленым ну ладно потом подправила позвонила моя подруга мне сказала что это сумасшествие что это бред но собственно как у каждого первая реакция что это бред ну почему бред видимо маньяка может понять только маньяк я говорю не надрывай чтобы вы понимали я пошла спокойно покушала сделала свои дела да даже посуду помыла пока готовил сам лет от завтрака остался от детей сбегала в школу как вы вот видите да сейчас накормлю ребенка и решила все-таки хотела хор прогулять но договорилась с соседкой который водит свою внучку они живут с нами в одной парадной и ходят с нами на хор она ее отведет я не люблю конечно кого-то просить но она с удовольствием всегда соглашается поэтому вот решила прибегнуть ее помощи вот такой кусочек за сегодня у меня вышит но немного не мало да вроде как это уже ой мало 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 я могу больше могу больше но вот пока пока не идет ладно вышивка началась даже чуть посложнее добавилось несколько еще цветов золотых и красных работа сейчас даже немножечко застопориться но я надеюсь что я за сутки то ну половину то я наверное не вышью половину листа здесь не половина здесь чуть больше половины вот ну хочется по крайней мере очень хочется по возможности еще завтрашний день посплю и буду тоже в режиме на стоп работать хочется с этой работой покончить но девчонки наделала я шкодину поставила свалила вчера специально вечером гороховый суп у меня были такие вкусные копченые ребрышки копченый окорочок и я свалила в кое веке гороховый суп давно его не готовила сын не очень любит но думаю уже не знаю что приготовить своей семье и думаю жидкого захотелось больше недавно был и сварила ну и что вы думаете сейчас его поставила греть побежала снимать видео потому что время поджимала суп загорел поджарился здорово просто забыла помешать а у меня индукционная плита она очень очень быстро просто мгновенно закипячивает воду ну в общем то и пока тут какие-то 5-7 минут снимала на суп не просто закипел но успел еще и сгореть потому что огорох лежит на дне надо было бы помешать по-хорошему но увы ребенок у меня остался без обеда вернее нет не то чтобы без обеда у меня всегда есть что покушать там у меня и макароны есть и рис и пельмешки но это не таки да конечно на скорую руку так что вытащила сейчас фарш еще придется готовить конечно сегодня отвлечься а может быть и выкрутимся как-нибудь посмотрим вот сейчас сажусь конечно вышивать люблю я себя за свою невнимательность так что вот такие вот бывают косяки но у меня кстати довольно час я как мне бабушка в детстве называла семиделиха люблю за все взяться и сразу плохое качество но иногда очень выручает когда тебе надо сделать что-то очень быстро и кстати у меня неплохо это получается хотелось не повышевать на балконе только сейчас просок плевывается солнышко так вообще было очень-очень серый пасмур а вот 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 может быть вам видно да я в общем решила пока холодно немножечко нагреется и выду по его шиваю на балконе вот почему он моргает он для у меня не моргает это только в телефоне ну ка и не хотят видите фокусироваться а глазом они не моргают они стоят на месте по-особенному повернуть что только не делаю видите 18 минут на самом деле 15 часов что же мне хочется сказать про пролетевший промежуток времени ну во первых я с 13 до с ручкой с 13 до 15 я вышла 5 рядов сейчас умножу сколько это получилось если говорить о собственном самочувствии то начинает хромать потому что находиться 10 часов в очках а я уже 10 часов вышиваю практически с небольшими отлучениями сильно разболелась голова конечно для меня пока не естественно ходить в очках я все-таки только в очках вышиваю до читаю соответственно но тем не менее пока я в жизни обхожусь без очков и вот находиться 10 часов в очках к ряду у меня сильно разболелась голова соответственно у меня глазное давление кто смотрит меня постоянно знает я его пока не лечу потому что жду приемы в глухомном центре и его 19 апреля как раз и у меня там прием и я знал на что шла и понимала что у меня скорее всего будут болеть глаза в общем-то сейчас это и случилось я приняла решение ровно минут 20 наверное я сниму очки зажмурю глаза знаете вот как зарядку для глаз в общем побуду без очков минут 20 но может быть тире 30 мне не хочется терять конечно это время но я если я этого не сделаю то марафону моему придется придет конец а мне этого очень-очень не хочется да был момент когда начали закрываться глаза так пять рядов вот сейчас посчитаю сколько это начали закрываться глаза и включаю youtube а там оксана дириза у нее прямой эфир и я буквально за хвост ухватила этот прямой эфир последний вопрос она там тег какой-то проводила последние несколько там бисеринок пришитых ею и вот собственно на бодрячке на таком на хорошем на позитиве на хорошем настроении мои глаза открылись в общем-то сон ушел но вот сильно болит голова конечно физически я чувствую себя неплохо не спина не шея пока не болят единственная уже попробовала поменять позу то есть если я вышивала трей стоял у меня на коленях то сейчас я его поставила на пуфик и сама к нему наклонилась да вот он мой свет вот он мой свет и это немножечко замедлила процесс до усталость чувствуется делаю ошибки вот вы увидите статистику меняется до количество вышивца на свежую голову да и пошло все по ниже ниже потом здесь пришел ребенок домой естественно может младший мой ребенок естественно ей нужно много внимания много хлопот я ее уже отправила на хор и пришлось поуговаривать в общем но уделить внимание как ни крути да дети наши все тем не менее марафон я продолжаю входит конечно в работу несколько свежих цветов вот например вот этих всего пять бисеринок я даже не стала значок искать просто их положила вот они совсем незначительное количество вот правильно показать вот пять бисеринок не знаю к чему они чем интересна конечно работа вышивка на конвешу ты не знаешь но для многих из нас да ты не знаешь что тебя ждет впереди для чего эти бисеринки были пришиты в общем то не совсем понятно в целом я понимаю что это рука рукав отдельные какие-то детали еще не воспринимаешь как единое целое но все собственно даю себе возможность минут десять-пятнадцать тире двадцать пять побыть без очков возможно пойду кушать что-то приготовлю похожу может быть даже полежу наоборот спину положу затылок немножко тянет да наверное в 10 часов в таком положении тяжеловато и время пролетело очень быстро очень незаметно я даже не могу сказать что я почувствовала это время почувствовали только мои глаза и моя голова все но продолжаю свой марафон пока я держусь и бодра и весела собственно говоря поэтому смотрю что будет дальше смотрите вы со мной если вам интересно я понимаю что видео достаточно монотонно получится может быть затяжной и довольно однообразно но никто не мешает вам перематывать поэтому от начала до конца перемотать и понятие конец да близок не близок но работа потихонечку движется вот немного конечно вышито но уже все-таки что-то прорисовывается все отключаюсь до следующего включения осталось четыре минуты до семнадцати но тут сильно требует моей любви поэтому не могу не оторваться перегрелась как всегда после перегревания на очень очень-очень любит чтобы ее потискали погладили но вот нужно внимание не только детям видимо да мою но и животным а поскольку я тут целый день занимаясь своими делами кое-кого это смущает за час я уберу руку да и она меня покусает непременно потому что и этого явно недостаточно до морщинка моя до тепленько-тепленько даже не представляете как батарейка эльза вот видите все мало ей сейчас попрошу сына чтобы забрал уши холодные где-то уши были наружу но пока время не вышло до семнадцати часов расскажу вам двух словах какая провела эти два часа два часа были скажем так не очень продуктивным я вышла всего четыре ряда но я приняла некоторое решение не надрываться не торопиться я легла отдохнуть как я вам сказала просто легла положила спину чтобы немножко затылок отдохнул 10 минут почувствовала что я отключаюсь но это неизбежно до после того как ты и тут резко мне стало нехорошо знаете вот как заколотила мандраж я поняла что дело идет четырем часам а я не обедала в 11 часов у меня был такой плотненький прием пищи довольно таки но все равно уже прошло много времени и пришла пора собственно обедать и я немножечко перри перей ждала этот еще минут 5 период и пошла хорошо покушала покушала выпила сладкий чай потому что ну никуда касса без чая без сладкого видимо сахар в крови немножечко упал и вот я неприятные чувства испытала просто забыла покушать откровенно говоря потом пришла и не в спокойном режиме стала вышивать дело в том что я поняла что если ты вышиваешь в тишине отключившись от всего то ты хочешь спать на вышиваешь достаточно продуктивно если ты хочешь чтобы тебя что-то отвлекало не засыпать на ходу то вышивки быстро не получается в общем я решила все-таки получать от этого дела удовольствие не буду торопиться за каким-то количеством гнаться и поняла да не записала и поняла что время записываем поняла что четыре ряда соответственно это 308 308 бисеринок ну на самом деле хочется понять в принципе вот в обычном режиме когда я смотрю телевизор смотрю youtube когда я общаюсь с детьми да я щас все уроки буду учить еще буду отвлекаться но смысле с ребенком буду учить уроки я думаю что у меня еще замедлится может быть не замедлится в общем потихонечку буду вышивать так заряд аккумулятора меня начинает подводить вот она 1700 я начинаю продолжать или продолжаю начинать в общем короче говоря я вышиваю дальше надеюсь вам не очень скучно смотреть это видео каких-то событий не происходит потому что я отключилась от внешнего мира я ничего не хочу делать ни с кем не хочу общаться я просто сижу и вышиваю в удовольствие ну узнаете что это такое перемещаюсь это вот настолько моей собаки холодно что она сидит и греется у меня на ноге и дрожала всем телом пока я не отодвинула трей и не пустил ее хотя бы на одну ногу неудобно мне уже поясница болит потому что я сижу в неудобной позе сохраняя ее баланс но сижу поняла я причину своей усталости и медленно вышивальность и за два часа посмотрите три рядочка сейчас четвертый заканчиваю это как раз одна из моих целей понять мою психологическую устойчивость скоро 14 часов как я так 14 сейчас посчитаю или 12 не 14 до 14 так в 5 утра в 17 было 12 19 будет 14 как я в общем занимаюсь этим проектом и и честно сказать заскучала заскучала что просто затормозила вообще на нет свою выработку ожидала больше от себя но нет не могу есть еще один проект я сейчас 18 часов отчитаюсь поэтому и расскажу что я буду вышивать на сегодняшний вечер дальше чтобы хотя бы продолжить марафон что 19 часов физически я чувствую себя неплохо ну прям совсем неплохо морально конечно я подустала вышла я почти пять рядов 17 до 19 нож понимаете да так сколько это 5 3 380 5 бисерин 380 5 бисерин я все-таки чтобы не соскочить не спрыгнуть с марафона начну повышеваю что-нибудь другое потому что я чувствую что меня уже здорово напрягает этот процесс действительно невозможно мне собственно нравится вышивать я с удовольствием это делаю сейчас продолжу вышивать свою корзинку просто чтобы переключить внимание вот часа на два до я наверно возьмусь за вот эту корзинку и вас посчитать конечно здесь будет гораздо сложнее мне все но тем не менее я попытаюсь это даже наверное не буду пытаться это сделать я просто высчитываю математическим путем все это честно умножу просто количество вышитого или количество вышитых рядов на количество вышитых бисерин в ряду и посмотрю попробую так жалко на это время тратить честно говоря но немножечко отвлекусь потому что уже прям сил нет у меня ну совсем ну смотрите ну вот еще не закрасила один рядочек совсем производительность все ниже и ниже и ниже я честно говоря ожидал что за такое количество вышиваемых часов я вышью гораздо больше я уже чувствую что не хочу просто не хочу этот процесс вышивать хочу процесс этот уже не хочу я удивляюсь маринке прокопенко которая над одним процессом карпела да уже мотивация какая но у меня просите мотивация была просто продвинуть здорово этот процесс я уже думал что половину сегодня отошью возможно себе дома не было никого было определено тишина меня не дергали каждые две минуты мам 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 возможно мне было бы может быть полегче чуть-чуть но чувствую что я уже зашорилась не хочется мне уже у меня даже чай не идет не хочется мне вышивать этот процесс все-таки я переключусь на другой чтобы не прервать марафон и пошла поехала дальше смотрите что меня ждет может быть вам тоже захочется причем энтузиазм у меня не угас да особо там усталости жуткой при жуткой у меня нету у меня уже видите все по столу раскидано особой усталости у меня нету не ну конечно глаза устают кстати очки даже на ее на съемку не снимаю вот что значит уже вросла в них и и спокойно начинаю продолжаю работать дальше не работать аля получать удовольствие но и ну и очередной этап моем рукодельном челлендже вот специальная заколола булавочкой до чтобы иметь возможность посчитать количество бисерин вот вы видите я их пришивала ровненько специально не нарушая но и вот эти вообще не составило сложности посчитать чтобы посчитать сколько я вышла за вечер ну примерно я так по одному рядочку в смысле по одному ряду здесь ровненько все шло вышла я в итоге пятьсот двадцать четыре бисерины кто-то скажет безусловно что по напечатанному фону легче вышивать но тем не менее сегодня у меня было семи утра до девяти утра пятьсот тридцать девять бисерин но тут я вообще не отвлекалась не вставала спокойно работала а нет обману я же здесь школу детей провожала то есть работоспособность была гораздо выше сейчас мне пятьсот двадцать четыре бисерины я думаю что у меня открылось второе дыхание потому что мне до чертиков просто надоел этот василинка и смель потому что ну как то вот сложно 14 часов кряду заниматься одной и той же работой я поняла что психологически видите я не совсем устойчива все таки мне надо переключать внимание я как человек творческий видимо не могу на одном зацикливаться хотя честно говоря я человек одного процесса ну вот в том то как раз и фишка да сейчас я вам покажу что вот я вышивала прошлый лист василинки вот и что у меня видите как шло если листа побольше ну вот я брала себя в руки и прям вот за целый день вышивала и видите какие даже результаты я думаю даже побольше чем сегодня спокойной обстановке настроены ну я не дергалась не рвалась да в какой-то момент вообще отпустила в уже и вышивала как вышивается так что общее количество пришитых бисеринок я конечно потом посчитаю сейчас я думаю наверное я опять перейду к василинки переключила свое немного немного внимания отдохнула и продолжаю вышивать василины потому что здесь то мне уже будет совсем не посчитать вышивать осталось совсем немного мне конечно очень хочется закончить скорее всего я завтра это и сделаю и сниму сразу видео по этому процессу вернее доснимаю это видео вот ну еще я себя прекрасно чувствую начинаю смотреть новый сериал по россии как раз это меня отвлечет развлечет и немножечко снимет напряжение какое-то до психологическое хотя сказать что я напряжена нет но единственное что я делаю выводы что я не способна увлекаться только вышивкой конечно в моей жизни есть более важные вещи и меня гнетет что я ну как бы сегодня вот целый день нет гнетет да как маму скорее как маму может быть если бы дети там где-то были в отпуске там я ну не знаю я была свободна целый день я бы наверное меньше страдала а так конечно детеныш мой сидит вот рядом разрешила даже компьютер поиграть чувствуя свою вину хотя у нас компьютер разрешен только в субботу и воскресенье силу бережливости зрения начало зрение немножечко хромать и мы сразу забрали компьютер так что вот вышиваю так на сегодняшний май на сетеперечный момент сколько я часов раз два три четыре пять шесть семь восемь шестнадцать часов в работе я да ну каких-то еще восемь часов и будет 24 часа да я не уверена имеет ли смысл ну будем смотреть пью чайок немножечко чтобы проснуться да но я еще не засыпаю еще не засыпаю еще пока более-менее себя чувствую время половина одиннадцатого я еще бодра весела но один нюанс я иду укладывать злату но не спит она у меня одна увы и мне надо ее укладывать этого обычно занимает немного времени но я могу не успеть вернуться до 23 поэтому решила снять сейчас выше то всего у меня три ряда ну я надеюсь может быть и наверстаю там упущен ну скорее всего как если даже она уснет быстро я приду буду вдевать ниточки у меня закончились нитки в иголках вот они мои обглодыши висят коротенькие вот они ни одной длинной нитки в общем надо навдевать ниточек мне и и спокойно уже тогда вышивать оставшееся время ну не могу сказать что там сильно спать хочу или там я притомилась сейчас вот минут десять садлата 15 полежу как раз отдохнет спина немножко шея и приду обратно вышивать вот укладываю девчонки ребенка сама или держусь все таки когда я сидела вышивала я не чувствовала так сильно что мне закрываются глаза а когда подушка подушки коснулась лицо да или голова все чувство что я сейчас вырублюсь но я держусь у меня час на потолке отражает время вот мое время сейчас кстати очень удобная функция ночью проснусь или там минут за 15 до будильника да и такое чувство что вы как хорошо еще можно поспать а часы стоят а вот на тумбочке видите красная точечка слева это и есть проектор на потолок можно сделать чуть побольше поменьше причем уже девять лет мы пользуемся этими часами как родился ребенок я поняла что кормление очень удобно посмотреть вот с удовольствием пользуюсь видите плохо фокусируется сейчас ребенок заснет тоже пойду еще ну что девчонки марафон продолжается я снова с вами и снова в бой и снова вышивать еще много воды осталось сейчас досмотрю фильм хочу посмотреть дашу рису иголочкой там она интересное видео выпустила по поводу от александра токарева и работ очень мне интересно посмотреть потому я как раз оставила на закуску ее канал сейчас дождусь уже на муж минут через 20 работы придет все повеселее будет и буду держать вас в курсе ну девчонки силы мои еще не на исходе но вышивать василинку я уже не могу я вам сейчас покажу интересный момент да кстати с 23 до часу ночи я вышила 462 бисеринки то без 6 рядов что какая интересная тенденция видимо в процессе пока днем моя семья дома мне видимо и не вышивается вот утром пока все спали да шел процесс и вечером сейчас все уснули процесс пошел но вечером у меня уже на сегодняшний день нет сил да извините у меня такой только свет точечный ну вот смотрите да здесь 6 здесь 7 здесь опять вот 6 то есть как ни крути моя семья отвлекает меня с моральной точки зрения это была одна из задач посмотреть насколько моя семья влияет на то на мою скорость вышивки естественно для любой мамы дороже ее дети и особо конечно благотворно поработать не получается тем не менее я вышила сегодня приличное количество времени нет я еще спать не ложусь поймите меня правильно я просто не буду вышивать василенку устала я буду вышивать другую работу и того 1 2 3 4 46 рядов я вышила за 20 часов ну где-то я отвлекалась где-то бегла за ребенком пусть это было не 20 часов но в среднем ну пусть 18 17 уберем еду хождение в туалет за чаем и так далее вот такая работа сегодня проделана если подводить итоги то чувствую себя неплохо но голова и глаза очень устали голова устала просто потому что это счетный бисер да счетная вышивка если я сейчас возьму свою вот эту вышивку я еще запросто повышиваю вот мне тут осталось вот этот кусочек корзинки и вот этот цветочек я уверена что вытащу иголочку отсюда я считать уже не буду но я уверена что здесь примерно примерно как раз и есть бисеринок 500 точно я даже могу не полениться потом их посчитать но я думаю просто это пустая трата времени я их сегодня не вышью скорее всего но не загадываю еще час полтора повышеваю больше не вижу смысла потому что я знаю что я выдержу я уже это поняла я настроен до 5 утра запросто вот я прям это чувствую ну посмотрим сейчас по настроению по состоянию просто уже как-то настроение снижено все-таки ночь да уже все выключено вся моя семья спит уже как-то нету смысла знаю что выдержать могу да могу сказать что не вижу смысла в таких марафонов для себя больше мне не сложно поверьте мне ну некое приедание процесса имеет место быть да поэтому вышивать допустим целый день я запросто вышивать сутки я не вижу смысла поэтому сейчас я повышеваю еще час-другой и наверное буду уже отчаливать спать посмотрю в общем вам еще все покажу и расскажу завтра у меня еще целый день я посплю встречу ребенка со школы и еще повышеваю свою Василинку если сегодня особенно вот закончу вот этот процесс и так я решила все-таки остановиться не вижу я особого смысла в том чтобы продолжать этот марафон по одной простой причине что я понимаю что я выдержу вопрос только зачем зачем надрываться зачем я чувствую себя прекрасно сон меня не рубит я могу еще понапрягать свою уставшую голову и глаза но если в этом смысл мне честно сказать просто надоело вышивать элементарно да просто надоело вышивать вот столько я сегодня вышила василиночки и уже сейчас дошивая корзинку я уже вот 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 эти несколько рядочков вот мне уже казались просто бесконечными ну вот настолько мне надоело вышивка за сегодняшние сутки почти сутки да поэтому я заканчиваю свой марафон хочу подвести итог самый главный самый важный ну во первых я посчитала все и у меня получилось 4274 бисеринки я пришила за 21 час ну 21 часа нету сплошной выживки потому что я же говорю обычные человеческие нужды они куда не девались ну сколько-то там временно них ушло но все мысли и весь день сегодня был подчинен именно этому процессу какие же я хочу сделать выводы я как уже сказала у меня было несколько целей и задач что касается целей могу ли я выдержать физически да могу как оказалось я упертая могу ли я выдержать морально но тут поспоришь потому что это морально мне во первых надоело это тоже физическая ой моральная невыносливость ну просто надоело человеку да и самое главное я написала выдержат ли без меня дети моя семья сегодня муж целый день был на работе соответственно да утром я была вне доступа пришел с работы я была вне доступа для него я была занята марафоном поэтому собственно может уже это коснулось как выяснилось моя семья да они меня все поддерживали помогали сын принесет чай подогреть доченька мне там включить телефон на зарядку в общем было очень самостоятельно и это закончилось я вам расскажу сейчас в двух словах дети без меня и семья без меня может как оказалось я не могу быть без своей семьи для меня все это не важно потому что я целый день собственно скучала за своими обязанностями мамы не только за обязанностями а просто за обнимашками со своими детьми ну вот некогда мне было практически этим заниматься так совсем чуть-чуть не в том количестве в котором мы привыкли так что несколько целей статистика меня вполне устраивает моя то есть 4274 бисеринки мне абсолютно достаточно я считаю что неплохо сегодня я повышевала хотя вначале мне казалось что это совсем пшик да голова у меня немножечко ну как бы тяжеловато потому что 21 час если учесть что встала то я в половине пятого и 21 час с половиной вот почти да под конец всей этой истории дети бросили видимо на столе или курицу или что кошка нажралась костей и вот сейчас она мне под конец устроила выволочку вырвала все и отмывала ковер собственно говоря при кожей ну как вам сказать в догонку к марафону мало ты устала вот получая что касается моей дочери она сегодня умудрилась поставить стул залезть там в кухне очень высокий шкаф стеклянные шкафы я не знала чем их заполнить и они у меня заполнены ну как-то так заполнены маленькими графинчиками вот такими я собираю графинчики вазочки вот такого размера их уже накопилось достаточно много сейчас я слышу она там чем-то гремит и приходит мне и говорит мама почему мне эту посуду не поставить в мой купольный домик я говорю какая прелесть вообще-то это мамина коллекция в общем я ей сказала пожалуйста доченька не ставь ее обратно я боялась что она вместе с этим шкафом и этими вазочками рухнет и сейчас пришел мой муж с работы возвращался это вот дружал все это на место то есть так высоко она полезла слышу там гремит в общем я не знаю это ужас достаточно ребенку оступиться падать схватить эту стеклянную полку в общем без присмотра готова ли я повторить такой марафон я уже сказала что не вижу в этом смысла что это скучно нет в какой-то период времени мне это нравилось меня это завлекало это было интересно и мне хотелось продвигать свою работу что в какой-то момент я могла заскучать потом снова с новыми силами как-то вот открывалось второе дыхание и вот под конец я просто уже чувствую что фух не могу надоело я посмотрела замечательный фильм который называется одаренная это такой мелодраматический интересный фильм для ну широкого круга зрителей я думаю что если вы посмотрите вы получите от него удовольствие мне понравился этот фильм мне его тоже посоветовал братишка и я его уже под конец сейчас посмотрела что касается роликов я посмотрела ой я даже не посчитала честно говоря но много наверное роликов ну как-то вот надоедало я старалась менять почему я все-таки старалась смотреть телевизор потому что телевизор находится вдалеке а телефон находится под носом да с ютубом хотя я могла и на телевизор ютуб выводить но в то время когда у меня телевизор был не занят со мной сидел рядом ребенок и смотрел этот телевизор и глаза я могла переключать с вышивки с ближнего до расстояния на дальние хотя бы на максимально сколько тут метра 4-5 до телевизора поэтому таким образом хотя бы могла немножечко давать своим глазам отдохнуть я думала что у меня будет сильно болеть спина плечи шеи и так далее нет этого ничего не случилось хотя в обычной жизни часто это случается не имела немножечко правая рука ну вот в силу видимо стихондроза да и сильно голова тяжелая просто потому что это не просто вышивка по напечатанной основе была а вышивка ну все таки требовала некоторого внимания вот здесь вот в этом кусочке не поверите здесь два или три синих три или четыре золотых оттенка и это все менялось каждую бисеринку то есть как это мы говорим да одиночки одиночки и вот по две бисеринки некоторых даже я не брала значки а прям вот высыпала из баночки пришивала и баночку убирала да ну контейнер с бисером если кто не понимает о чем я говорю вот у меня вот так все хранится я прям насыплю одно-две бисеринки посмотрю сколько их надо и пришью в общем одиночек было вот в этом месте достаточно много так и очень частая смена бисера и по цвету и по и в одном цвете и в разных цветах в общем такая утомительная работа немножко была но тем не менее да вот здесь было полегче вот в этом кусочке вот этот кусок конечно был достаточно сложный ну собственно все видео наверное получилось очень длинным но не обессудьте как получилось так получилось я его завтра смонтирую сегодня да я забыла сказать что сегодня понедельник уж какое там число не знаю апрель да седьмое восьмое да апреля наверное я завтра во вторник постараюсь выложить это видео потому что все таки программа моя немножечко стала глючить и с трудом выкладывать вернее она выкладывает в youtube а youtube почему-то плохо прогружает видимо мне кажется что-то с моим носителем хотя вряд ли это так ну в общем буду смотреть не буду загадывать настраиваться на плохое все замечательно все хорошо ждите моих отчетов по корзинке я дошью завтра расскажу и уже осталось совсем чуть-чуть василиночки в отчетном видео заключение заключительной серии вы все это увидите вот вот собственно говоря вся работа сама жду не дождусь тут работы если я вот возьмусь возьмусь да раз два три четыре пять шесть семь но на неделю то максимум на неделю да это если по одной вышивать если по две ну в общем надоело она мне на ближайшее время горько редь поэтому не знаю когда приступлю может быть завтра с энтузиазмом возьму знаете как получится всем желаю если вам хочется попробовать свои силы попробуйте это совершенно не сложно я сегодня не спала вот как я встала единственное я вот легла полежать один раз днем потому что совсем разболелась голова но видимо от очков глаза на десять-пятнадцать минут я просто полежать легла да чтобы немножко спина отдохнула и затылок очень тянуло и вот вечером я где-то минут на двадцать пять вышла какой если вы полностью смотрели видео поняли укладывать ребенка но ребенок не хотел сильно быстро засыпать обычно очень быстро сегодня не так быстро но тем не менее полчаса где-то меня не было но это дало возможность мне ну еще немного отдохнуть а самое главное моим глазам все прощаюсь с вами желаю вам удачи хорошего настроения пробуйте понравится может быть кому-то заканчивать свои проекты это действительно удачная идея единственное что да надоедает надоедает может быть не всем но посмотрев некоторых девчонок блогеров я поняла что момент усталости именно вышивание одного и того же проекта есть у многих надоедает на одну и ту же картинку смотреть так что все всем желаю хорошего настроения прощаюсь с вами я надеюсь что мы скоро увидимся и пока пока и остальное это не это не они не не